Всем привет! В данном видео продолжим работу над моделью и в частности над навеской на эту модель. Грунтовать навеску буду грунтом от томии, разбавлять разбавителем от томии с замедлителем. Наносим грунт на все ракеты на равномерном слое. Если получились какие-то соринки или мусор, обрабатываем наждачной бумагой. Для окраски ракет буду использовать краски томии ЛП серии. Разбавляю эти краски до полной банки все тем же томиевским замедлителем. Матовым алюминием окрашу корпуса ракет Р-33, Р-60 белым матовым, акриловым. Ган металлом номер 19 полностью задувая ракеты Р-40. Далее нарезаем скотч для маскировки и маскируем все ракеты. Те области, которые нам необходимы. Процедура довольно муторная, поэтому ее показываю частично, чтобы не растягивать время. Проходим все необходимые участки. Закрываем скотчем. На ракете Р-40 клеиваем маски с отступом, так как там должен быть узкий элемент светлой краски. Смотрите на фотографии данной ракеты. Далее маскируем все остальное. Подготавливаем все наши ракеты к окраске. Итак, ракеты замаскированы. Начинаем красить тридцать восьмым. Прокрашиваю светлые полосы на Р-40. Переднюю часть корпуса, там где рули. Одиннадцатым серебром прокрашиваю хвостовичок на Р-40. На самом деле он там частично серебристый, частично зеленый, но это уже было сделано за кадром. Снова выклеиваем, маскируем те участки, которые не нужны и красим элементы в белый цвет. Также в белый окрашиваю как базу конусы, обтекатели, ракет. В 59 номер приглушаю белый цвет, так как обтекатели на Р-33 и на Р-40 они не чисто белые, такого молочного оттенка. Размешиваю и наношу. Должно получиться примерно то, что у меня. Если с первого раза не получилось, можно добавить слегка белого, осветлить и пройти еще раз. Далее удаляем маски. Подготавливаем ракеты к дальнейшей работе. Так у нас выглядит ракета Р-40 после снятия масок. Далее маскируем все обтекатели на ракетах, так как они должны быть матовые, а сами ракеты покрываю глянцевым лаком. Далее наносим необходимые декали на все ракеты. Процесс довольно трудоемкий, так как декали очень много и не везде в инструкции они даны правильно. Напомню, декали здесь от компании Бегемот. Правильную инструкцию мне прислали сами производители, когда я к ним обратился. Эту инструкцию я оставлю ссылочкой в описании под видео. Декалей очень-очень много. Нужно смотреть фотографии, инструкцию, в общем-то и фотографии как бы они сильно помогают для правильного размещения декалей, чтобы не прилепить декали вверх ногами или не в то место. Процесс занимательный, но очень-очень долгий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Далее готовлю смывку для ракет XF-1 и XF-53 матовые краски алкидной эмали. Разбавляю X-20 разбавители для них же. Получается вот такой темно-серый цвет и наношу самодельную смывку на все участки, где это необходимо на каждой ракете, дабы выделить детализацию. Опять же процесс долгий и трудоемкий, поэтому данный процесс покажу ускоренно. Для стирания излишков смывки использую тот же разбавитель, на котором была замешана сама смывка. И удаляю излишки ватной палочкой. Для дополнительной детализации использую металлизированный скотч алюминиевый. Выбираем волоски, если вдруг они прилипли. Соринки, пылинки, всяческий мусор, который нам нужен. И выклеиваем все необходимые элементы на ракетах. Продолжение следует... 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 Так, фольга у нас везде нанесена. Притираем ватной палочкой, чтобы хорошо приклеилось все плотно-плотно. Далее будем окрашивать мелкие элементы на ракетах. Для начала возьму ган-металл и покрашу элементы, соответственно, фотографиям, которые я нашел для работы с ракетами Р-33. Далее алюминием прокрашу полукруглые элементы на стабилизаторах ракет. Первый слой подготовительнее, для того, чтобы последующий цвет был наиболее яркий. Хромом также прохожу эти полукруглые элементы. И это будет финишное покрытие этих элементов. Далее краской Dark Flash, красно-коричневый цвет, прокрашиваю элементы сзади ракеты. И небольшие элементы сбоку на корпусе. Из краски Ivory и Scarlett, в общем-то красный это. От Model Color и Model Air смешиваю цвет, похожий на цвет герметика, и наношу его в необходимые участки. Опять же, ориентируясь на фотографии. Чистым цветом Ivory прохожу по данным элементам. Там, видимо, своеобразный герметик между этих элементами. Серебристым цветом прокрашиваю элементы на ракетах R-60. Проливкой проливаю эти элементы, чтобы они выглядели более объемно. Dark Flash прокрашиваю линии под красный и далее покрываю красным цветом. Далее решил сделать побежалость металлов на ракетах R-40. Для начала использую чернила сепи. Наношу на все участки, где это необходимо, тычковыми движениями кисти. Далее идет синий цвет тех же чернил. Вот в Алейхе. Это Game серия, если кому-то это понадобится. Также проходим по всем участкам, где это необходимо. Получается вот такой вот эффект. Постепенно буду набирать его, добавляя другие цвета. Далее следующий цвет будет смешанный с двух красок. И аналогично предыдущему слою, точно так же точковыми движениями наношу на поверхности. Далее добавлю немножко фиолетового. Это wash от Citadel. И получаем вот такой вот интересный результат. Мне очень понравилось, как вышло. Серебром отрисовываю колечки. Бежевым закрашу колпачки головок. Далее глянцевым лаком покрою необходимые участки колпачков ракет. Ну а далее наслаждаемся проделанными работами и результатом. Далее предстоит задекалить модель. Декалей очень много, порядка 300 штук. Также нужно задекалить пилоны и начнем. Все декали сводим на предварительную каплю воды, для того чтобы можно было удобно двигать. Позиционируем, убираем лишнюю влагу и наносим закрепляющую химию. В данном случае я использую химию от MicroScale. Обязательно ориентируемся по референсам, фотографиям, для того чтобы надписи были нанесены максимально правильно. Некоторые декали из набора перепутаны по номерам, поэтому здесь тоже стоит уделить особое внимание этому моменту. Длинные декали также сводим обязательно на воду, потом излишки воды убираем, если нужно подливаем воду под декаль и двигаем. На данной декали можно обратить внимание, что она переразмеренная и не влезает в декаля. После того как я уже свел, я обнаружил это и устранил данный недочет. Данную декаль лучше использовать из набора. Продолжение следует... Овверить analys of theawathe Почт 있고요 Уважаем той же молнии часть борча Данную被н в тюрьме Делаем наши надписи или картинки, позиционируем их так, как положено, и наносим закрепляющую химию. Пилоны я использовал все из набора, сделал их сменными, поэтому декали для пилонов из набора от бегемота их недостаточно, поэтому на вторую пару пилонов взял декали из набора с моделью. Под крупные декали обязательно ставим каплю воды, прежде чем стянуть изображение. Далее позиционируем по месту, убираем излишки влаги, несколько раз наносим химию, даем просохнуть, разглаживаем кистью, прокатываем палочкой. Если необходимо, то иглой проходим по клёпу и проминаем декаль по клёпу. Далее снова капля воды и следующий элемент декали. Снова наносим химию, закрепляем несколько раз до тех пор, пока нас не устроит выглядящаяся поверхность. Она должна быть очень ровной и повторять весь рельеф. Бортовые номера также на капельку воды стягиваем, позиционируем. Бортовые у нас состоят из двух слоев также, основной цвет и контур белый. Также всё это делается с большими промежутками, даем время на просушку каждой декали и закрепляем. Далее наносим верхний слой. Так выглядят наши бортовые и декали в целом. Получилось очень-очень хорошо. Единственное, что вокруг цифры 7 не должно быть надписей. По возможности, опять же, нужно ориентироваться по фотографии. Я увидел это слишком поздно. Далее я нарисую от руки некоторые надписи. Так как в инструкции у бегемота данные декали, которые нанесены на горгрот, нанесены неправильно. Поэтому перерисовываю эти изображения там, где они должны быть. От руки кистью, валеховскими красками. Декали, которые нанесены на горгрот, позже я удалил наждачку и подкрафил те места, где они были. На этом данная серия завершается. Всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях. Ну или просто передавайте нам привет в комментах. Не забывайте нажимать кнопочку «Понравилось». Не забывайте смотреть предыдущие выпуски, если вы не видели. Также, если вы хотите поддержать наш канал, ссылочка есть в описании. Также в описании вы найдете ссылочку на наш Инстаграм, Дискорд, чат Телеграм, наш Твич-канал, группу ВКонтакте. На этом все. Всем всего хорошего и до новых встреч. А встретимся мы уже довольно скоро с финальной серией. Субтитры сделал DimaTorzok